МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда в конце 19 века интеллигентный, образованный молодой человек, закончив университет, вдруг принимал священство, на него смотрели с нескрываемым удивлением и с непониманием. В лучшем случае, между интеллигенцией и церковью была пропасть. Так начинал свое служение отец Иосиф Фудель, замечательный московский священник. Перед революцией он служил на Арбате в церкви святителя Николаев-Плотниках и жил недалеко от церкви, в самом центре старой Москвы. Приход его был небольшой, достаток скромный, но дело не в этом. На его глазах в России умирала духовная жизнь. И не только в обществе, и в среде интеллигенции, это само собой, но и в церковной ограде. Для него самого это умирание было источником мучений и тяжких соблазнов. Он чувствовал предгрозовую атмосферу среди культурного цветения Серебряного века. Это цветение его не обольщало. Он знал, что будет гроза. Писал об этом задолго до революции. Он как бы предчувствовал грядущее мученичество, которое предстояло пережить русской церкви ради очищения. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Воролась озаря с последними звездами. Еще летали сны, и, схваченная снами, душа молилась неведомым богам. Эти строчки поэта и философа Владимира Соловьева, русский интеллигент рубежа 19-20 веков, Читал с особенным чувством. В них запечатлен его духовный портрет. Это его душа молилась о неведомым богам. Надо сказать, что, как это ни покажется странным, русский интеллигент насквозь религиозен. Интеллигенция всегда на что-нибудь молилась. То на народ, то на общественное благо. Это ее любимые идолы. Между тем, в начале 20-го столетия ситуация постепенно меняется. И не без влияния Владимира Соловьева. Для интеллигенции открывается сфера метафизического. Начинаются муки сомнений. В поиске новой духовности, нового религиозного сознания. Иначе говоря, тех самых неведомых богов. К православной церкви, к православному духовенству, интеллигенция, как мы понимаем, обращаться не собиралась. До революции этот шаг сделают буквально единицы. А большинство в поисках неведомого бога набросится на стихи русских символистов. И вообще на литературу. Очень популярны будут заседания религиозно-философских обществ. Подобное общество появится по всей России. Но самое значительное и яркое в Москве. Московское религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева. Тут собирался цвет русской культуры серебряного века. Александр Блок, Струго, Брюсов, Волошин, Эллис, Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Бердяев. Невиданное фантастическое созвездие имен. О чем же они говорили? Какие вопросы обсуждали? Это очень интересно. Вот, к примеру, одно из самых памятных заседаний. Оно состоялось в ноябре 1910 года. Заранее было объявлено, что Андрей Белый прочтет доклад. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. Народу пришло громадное количество. Как никогда все ожидали чего-то необыкновенного. Мгновенного почти что чуда. Буквально накануне стало известно, что Толстой ушел из Ясной Поляны. На самом деле это всего лишь совпадение. Но бурная, почти безумная реакция русской интеллигенции очень показательна. Для большинства собравшихся отлученный от церкви писатель, давно отошедший от православия, отрицавший саму церковь, ее жизнь и таинство, был пророком, первосвятителем новой веры. Кажется, только один из выступавших, пламенный Элис, пошел против течения, заявив, что пророк не кощунствует, а Толстой повинен в кощунствах. Скорее всего, Элис имел в виду известную главу в романе «Воскресенье». И тут следует признать, двух мнений быть не может. Но великие умы на сей раз опровергали очевидные вещи. И не даром был задет главный нерв эпохи, вопрос об отношении религии к искусству. На сей счет у деятельной Серебряного века имелись свои взгляды, весьма, кстати, далекие от Толстого и Толстовства. Они верили в красоту и стремились к созданию нового культа, культа искусства. Из многих блестящих имен, причастных к деятельности московского религиозно-философского общества, мне бы хотелось выделить теперь Сергея Дурылина. До революции он исполнял обязанности секретаря общества. Он был еще сравнительно молод. Ему не было 30. Интересы его были весьма разнообразны. Он все время находился в гуще культурной жизни. Постоянно что-то изучал, о чем-то писал. Судьба его была необыкновенной. При этом Дурылин – это типичный русский интеллигент. Он давно преодолел атеизм и революционные увлечения молодости. Но не мог уйти от раздвоенности и душевного смятения. Бурные события весны 1917 года поначалу мало повлияли на характер его жизни. Большую часть времени он проводил в своей маленькой комнате. В ней стояла кровать, а вокруг, везде и всюду, лежали груды книг. Сидя на кровати, он читал, писал, причем одновременно сразу несколько работ. Например, о древней иконе и о тоскующем лермонтовском демоне. Это был его любимый поэтический образ. Он жил совершенно один, как монах. Ел, что придется, пил остывший чай и спал обычно мало. Мог всю ночь проговорить со своим приятелем, таким же, как он, московским интеллигентом. Беседовали они не о пустяках отнюдь, размышляли о путях к Богу и от Бога. Разговор был тихий, теплый, сердечный, но, по сути, он мало чем отличался от словесных баталий на заседаниях религиозно-философского общества. Интеллигенция до конца будет пытаться учить, убеждать, доказывать, а потом вдруг замолчит, когда станет совершенно ясно, очевидно, что одно дело рассуждать о Боге, об истине, и совсем другое дело идти к ней. Вот тогда интеллигенция окончательно растерялась. И Дурелин растерялся. В жутком 18-м году оракулы и кумиры русской интеллигенции как-то внезапно поблякли. Теперь Москву было не узнать. Великий город вроде бы сохранял еще свои громадные культурные силы. В нем еще жили прекрасные поэты, писатели, историки, философы. Но для многих, в том числе для Сергея Дурылина, стало ясно, что есть единственный человек в Москве, с которым можно говорить обо всем, который в одном-двух словах ответит на вопросы всей жизни. Это был старец, старец в миру, священник Московской церкви на Моросейке. Его обычно называли просто батюшкой, хотя все знали его имя. Отец Алексей Мечов. Он был маленького роста, совсем седой, старенький священник. Служил он почти что каждый день, это правило он положил для себя еще до революции. После всеночной исповедовал. Вот здесь, на левом клиросе. Однако иной раз исповедовал, и, что называется, во внеурочное время на литургии, потому что не хотел отказывать страждущим, а их всегда было много. «Выйди сюда, нам вон!» Батюшка говорил проповедь, правда, особенным красноречием не отличался. Иными словами, ничего необычного на первый взгляд здесь не было, за исключением самого пронзительного, самого драгоценного, живого дыхания правды. Об этом счастливые, спокойные глаза старца Алексея подавали весть каждому человеку, каждому сердцу. И поскольку этот язык, язык сердца, понятен всем и убедителен для всех, люди прикасались к живой вере, к самому главному в церкви. Это то, что невозможно доказать или объяснить. Вот что такое чисто русская святость, добрая, всевидящая святость старцев. Этой святостью широко известно Оптино-пустынь, тихий монастырь в Калужской губернии. Но здесь, в бурлящей всеми страстями большевистской Москве, явление старца, человека великого духовного тепла, совершенно непонятно и нелогично, как всякое чудо. Старец Алексей жил во дворе храма, в угловой комнате на втором этаже дома Причта. Как видите, комната небольшая, настоящая келья. До позднего вечера там, за дверью, сидели и стояли люди, пришедшие к старцу за советом и утешением. Он принимал и беседовал со всеми, даже с красноармейцами. Такие беседы старец называл разгрузкой. На самом деле это особое служение, великий труд. Старец отдавал теплоту своего сердца и брал на себя человеческие грехи, мучения и скорби. В такой разгрузке остро нуждались в то время многие, представители интеллигенции в том числе. Во всяком случае, в этой комнате частенько бывали люди известные, образованные, культурные. И Сергей Дурылин здесь бывал наверняка не один раз. Старец его очень любил, благословил принять священство и служить оставил в своем храме. Батюшка, несомненный прозорливец, не мог не почувствовать в нем этот дар, быть служителем Христовым. Недаром Дурылин и в молодые годы увлеченно преподавал и вообще легко общался с людьми. Только это не значит, что благословение и напутствие батюшки избавляло человека от испытаний и соблазнов. Каждому в этой жизни приходится нести свой крест самому. Освященничество есть величайший крест всегда, во все времена. И слов нет. В эпоху гонений, конечно, особенно. Тот, кто становился священником в советское время, особенно в первые десятилетия большевистской диктатуры, не мог не понимать, какая его ожидает судьба, какие испытания, что рано или поздно он попадет в жернова политического террора, как элемент политически безусловно вредный. А дальше возможны варианты. Тут уж как Бог даст. Священнику Сергею Дурылину, можно сказать, повезет. Его не расстреляют, не отправят в лагерь, не сошлют куда-нибудь за 3-9 земель в Сибирь или в Среднюю Азию. В 1922 году Дурылина сошлют на 2 года в Челябинск. Там он сможет как-то худо-бедно устроиться и даже работать в местном музее. Когда ссылка закончится, он вернется в Москву. А вскоре, летом 1927 года, его опять арестуют и снова сошлют. На этот раз дальше, в Томск. Условия там будут похуже. Комната совсем маленькая, холодная. Ну и настроение хуже некуда. На грани отчаяния. Об этом можно судить по письмам. Вот, например, 15 февраля 28-го года. «Мне здесь нелегко», пишет Дурылин, своей хорошей московской знакомой. «Мне здесь нелегко. Второй день у меня тяжелая тоска, которую не зароешь в снегах, не выветришь на ветре, дующим с ледовитого океана». «Да, это верно. Снега и ветер тут не помогут. Но христианин, тем более пастырь, наверняка знает, какое средство надежно помогает от тоски. И, конечно, молитва. А еще мысль о собственном бессилии без Бога. И, напротив, о всесилии с Богом. Так в чем же дело? Ведь Дурылин сослан за веру и церковь Христову. Ведь он священник. Увы, это не так. Дурылин не священник. Это хорошо видно по тексту письма. Он перестал быть священником. Теперь он снова интеллигент. Ну и писатель. Он очень хочет быть писателем. Впрочем, говорить о судьбе Дурылина-священника приходится весьма осторожно. Многое попросту неизвестно. Дурылин не делал на оси счет никаких публичных заявлений. Во всяком случае, от церкви нигде и никогда не отрекался. Не отрекался и от священства. Но, несомненно, отошел от него. После возвращения из первой ссылки в церкви не служил. И рясу с наперстным крестом не носил. Служение приходского священника оказалось для него непосильной ношей. И он отказался от подвига своей веры. Потому что вера эта была слишком немощной и слабой. А тяга к писательству, к самовыражению, напротив, неодолимой. «Что делать, когда не верится?» Задает вопрос Дурылин писатель в своей книге под названием «В своем углу». Ответа у писателя нет. «Вера прекрасна, — говорит он, — но не верится. И с этим никто и ничего не поделает». На этой ледяной мысли история Дурылина-священника закончится. И начнется, а точнее продолжится история русского интеллигента. Вернувшись из ссылки, он будет много писать, много работать. Он будет заниматься литературой, театром, изобразительным искусством. Он легко и органично войдет в советскую культуру. Сделается успешным советским ученым. Приобретет звания и награды. Для Дурылина все закончится хорошо. Так, наверное, думали многие. Только вот перед смертью он почему-то много плакал. Тюрьма, ссылка в сочетании с одномерно скудной советской действительностью. Отвратили от веры многих, не только Сергея Дурылина. Но вот что поистине удивительно. Та же тюрьма и та же ссылка в сочетании с той же действительностью духовно возродили тысячи людей. Младший современник и приятель Дурылина Сергей Фудель, сын священника, о котором мы говорили в самом начале, оказался в тюрьме в том же самом 22-м году. И тоже по церковному делу. Но уже через несколько дней, находясь в камере внутренней политической тюрьмы ГПУ, Фудель почувствовал, что происходящее с ним – это Божье возмездие, что это кризис и выздоровление после долгой и тяжкой болезни молодости. Он напишет потом подробно всю эту историю, как тюрьма осветила и просветила его душу, как он лежал на тюремной койке лицом к стене и читал Евангелие. Времена в советских тюремах были тогда еще патриархальные, и у Фуделя после ареста и обыска не отобрали Евангелие. Так вот он, сын священника, с детства ходивший на все службы, и священное писание, конечно, знавший, в тюрьме читал его совершенно другими глазами. Душа так легко и так бездумно шла тогда по дорогам и проселкам Галилейским. Это его слова. Оказывается, и в тюрьме можно открыть для себя образ Христа. И потом, несмотря на все скорби и испытания, до конца своих дней открыто исповедовать себя христианином. В советское время это означало, помимо тюрем, лагерей и ссылок, множество запретов на интеллектуальную и творческую деятельность в том числе. Нельзя было заниматься литературой, искусством. Об истории и философии не говорить нечего. Советский интеллигент не мог быть чадом русской православной церкви. Он не мог писать о своем духовном опыте, о пребывании церкви в истории, о ее святости. Но Сергей Иосифович Фудель будет писать именно об этом. Он напишет удивительные книги, и они будут напечатаны после падения богоборческого режима. Это значит, что имя Фуделя неотделимо не только от церкви, но и от истории русской интеллигенции, истории церковной интеллигенции. В жизни Сергея Фуделя уникальное свидетельство, что интеллигенция может быть христианской и церковной. Церковный мир необъятно велик. В нем всегда было и будет много разных служений. В эпоху гонения это становится особенно ясно. Впрочем, говоря об интеллигенции, мы ни на минуту не забываем о пастырях, и тем более об архипастырях. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Русская Голгофа». «Кто мы» в цикле «Русская Голгофа». «Кто мы» в цикле «Русская Голгофа». Русская Голгофа». Русская Голгофа.